Всем привет! Наконец собралась снять видео про мой участок и первым делом хочу поделиться своей радостью. Я купила теплицу, ну купила ее уже где-то, наверное, улитка, наверное, недели три тому назад. Мне ее установили, устанавливали в осень, потому что я планирую по весне уже рано весной сажать туда зелень, ну и соответственно рассаду. Сейчас покажу, что у есть. Долго я возила сюда землю, возила сюда перегной. Навоз в прошлом году покупала, хорошо как перепрела, прям перегной. Долго ломала голову как сделать грядки своими женскими руками. Ну вот как-то так получилось. А с учетом того, что у меня сел аккумулятор у дрели и ее, собственно говоря, вообще надо уже менять. Аккумулятор такие запасные что-то не продаются, но у меня недорогая. Пришлось топорным способом ставить сюда доски. Доски привезла с высопилки моего соседа, ну некондицию, скажем так. Ничем не пропитывала. Сразу их туда, вот установила между твоими колышками, убила их в землю. Конечно, по идее надо бы их стянуть между собой чем-то. Вот так вот. Ну, ты тоже так думаешь, да, Марусь? Ну это уже, наверное, по весне сейчас уже все опять не осталось ни на что. И, короче, несколько слоев земли, несколько перелопатила с перегноем, а сверху я еще посыпала горчицей. Я не знаю, успеет ли она прорасти, но смотрю, уже росточки есть, чтобы была какая-то здесь фидурация. Цеплица у меня 4 на 3. Шаг у меня полметра. Один вход я не буду так активно использовать, как тот, через который я вошла. Вот, кто у нас тут пополз. Слизень пополз еще у нас. Эй, иди отсюда. Вот. Ну и, короче, в принципе, она готова. Стоит на брусе. И до звук по весне я уже тут начну что-то сажать в раннюю зелень какую-то. Поэтому вот у меня радость такая. Наконец я спустя 5 лет проживания в деревне купила себе теплицу, потому что до этого был парник, и это, конечно, очень неудобно. Так, теплицу показала. Маруся, выходи. Мароша. Маруся, выходи, моя хорошая. Летом ничего не могла снимать, потому что времени не было, сил не оставалось. И даже вот сейчас хочется сказать, почему. Маруся, ну я сейчас убьюсь об тебя. Почему я этого не делала? Потому что, ну, кто не совсем в теме, что видео, помимо того, что нужно снять, ну, как бы я так снимаю короткими видео, а потом нужно его монтировать. Монтаж занимает, там, убрать какие-то лишние кадры, неудавшиеся кадры, убрать слова-паразиты. И это, соответственно, занимает, ну, полдня как минимум. Потом нужно там подкорректировать звук, цвет и, соответственно, загрузка. Загрузка у меня проходит иногда по 12 часов, а то и меньше, а то и больше, потому что скорость интернета у меня не городская. Ну и получается, что у меня сутки практически уходит на то, чтобы просто загрузить видео. Поэтому уж не обессудьте, ребята. Летом было не до этого в озеро. Тут земля осталась еще, оттеплится, но я потом ее на грядки раскидаю. И, собственно говоря, хочу показать немножечко свой участок. Вы уже видели, кто смотрел. Здесь у меня розы укрыты. Укрыла рано, потому что, ну, уже был мороз, я укрыла, а сейчас снова тепло. Ну, теперь уже что будет, то будет. Там у меня тоже три розы. Здесь у меня оставила петрушку. Ой, здесь у меня земляника растет, а здесь у меня осталась савойская капуста. Все заморозки пережила. Сидите себе спокойно. Короче, будем ее из-под снега потом доставать. У меня там в холодильнике одна уже есть. Так вот, что у меня перед глазами. Так вот, теперь домик мой. Мой домик. Он сделан из каркаса. Размером 6 на 10. И утепление там где-то 20 сантиметров. Роквелла. Крыша, понятное дело, сделана из металлочерепицы, что не самое удачное было. Он не самым удачным решением было, потому что гремит, когда идет дождь. Даже самый небольшой такое ощущение, как будто град. Кошки сбегают из дома. 6 на 10. 25 столбов. Вот на фундаменте, ну, под фундамент 25 столбов. Это у меня столб. Вот, господи, я запинаюсь уже. Вот из таких столбов сделан фундамент у меня. То есть, трубы асбестоцементные, насколько я помню, туда складывалась арматура и заливалась все цементами. Таких штук 25 у меня по периметру. На них ставился каркас. Окон у меня. Я каждый раз сбиваюсь со счета. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Двенадцать окон, не считая двери. Вот это у меня терраса. В этом году мне сделали лестницу новенькую. Это она была. Строители, которые оставили. Собаки там кого-то увидели. Теперь уже не дадут снимать. Строители оставили. И в этом году поставили более-менее нормальную. Такую, чтобы можно было с дома выходить на террасу. И с террасы, соответственно, на участок. Вот с той стороны у меня. Та сторона у меня южная. Там доски сейчас лежат, сохнут. Тут у меня был лесоповал. Я несколько дней тому назад тут попилила лишние деревья. У меня их много достаточно. Здесь на участке растет сосен. Первое время у меня руки не поднимались их пилить. А теперь поняла, что слишком их много и надо тут прореживать. И взяла в руки бензопилу и пошла гулять Таня по участку. Вот результат. Но это еще далеко не все попилены. С этой стороны у меня. Вот так все выглядит. Некоторые вещи, конечно, еще нужно было бы доделывать, но не на все хватает время, сил и финансов. А потом, после того, как дом был построен, мы через год, где-то через два зашили его вот здесь по периметру. Внизу ЦСП, по-моему, называется плиты. И там у меня образовалось еще дополнительное такое, как бы, цокольное помещение. Ну, оно такое. Надо в три погибели туда заходить. И там достаточно много места. Всяких лам складывать. Ту же самую бензопилу, те же самые. Триммер и газонокосилку. Так, собаки тоже решили присоединиться к разговору, но о них уже все знают. Так, с этой стороны у меня крыльцо захламлено немножечко. В этом году хотела его оформить, то есть закрыть. по периметру сделать остекление и дверь. Потому что, ну, она тоже такая лестница здесь, как временная, которую строители оставили. Но у меня не хватило денег на это мероприятие. Потому что был выбор, либо покупать теплицу, либо крыльцо. Крыльцо, оно, конечно, принципиально, но еще один год я, может быть, продержусь. А теплица, она все-таки, ну, как бы, сильно облегчает мою жизнь. Так, вот еще у меня товарищи, которые живут на участке, которые прилетают, это вороны. Ничего против них не имею. Периодически подкармливаю. Ну, и плюс ко всему они доедают то, что не доели собаки. Тоже удобно. Но иногда, правда, они поедают то, что собаки едят в огонь. Вот. Здесь у нас моти. Так что вот крыльцо у меня в перспективе. Извиняюсь за бардак. Здесь у меня постелено сохнут полотенца, которые есть в целом моте на крышу. Вот сюда. Потому что у нее голое пузо. А на улице как-никак осень. Ей на крыше очень холодно лежать. Я каждый день меняю. Она сухая и степлером прибиваю, чтобы она могла сверху тут на крыше. Возлежать. Сейчас мама поменяет себе, моя хорошая. Вот здесь вот она. Прямо демонстрирует девочка. Мокрое полотенце уже. Сейчас мама поменяет, да? Мама сейчас поменяет, чтобы сухое было, чтобы... Но чтобы пузить конемезла. Да, моя любимая. Сейчас мама все сделает. Подожди. Сейчас расскажу про дом. Вот. А что? Все, собственно говоря, я сказала. Вот мой домик. Если будут какие-то вопросы, пишите. Я отвечу. Потому что, может быть, о чем-то не сказала. Внутри я его, ну, пока показывать не буду. Буду так, может быть, наездами в процессе рассказывания о жизни своей. Вот. Грядки мои. Ну, практически все подготовлены, за исключением цветочных. Надо бы их пропалывать. Но пока, не знаю, может быть, по весне только буду пропалывать. Там у меня посажен чеснок. А, да. Участок у меня 17 суток. И по периметру вот он обнесен таким забором. Самым примитивным, который на тот момент я могла тебе позволить. То есть, тут у нас горбыль пиленый. Распилили на столбы. Все это. Столбы эти воткнули в землю. Я их там как-то обработала немножко антисептиком. Но не знаю, сколько простоят. Пока стоит. Забор. Периодически приходится его там подправлять. Но ничего. Вот, собственно говоря, вот мой дом. Окна у меня. стеклопакеты. Дверь на террасу тоже стеклопакеты. Снегозадержатели стоят. А, что еще у меня тут? Тут, наверное, все. А, да. Ну, участок он на склоне. Такой. И это, с одной стороны, хорошо, потому что вода здесь практически не задерживается. Нет этих болотин, как у нас в другой части деревни. На участках у людей вода стоит. Там чуть ли не до лета. У меня все здесь быстро сходит. Участок у меня северный склон имеет. С видом на озеро теперь. Потому что соседи по весне хорошенько разрежели, разрядили деревья на берегу. Там были заросли. И мне теперь из окна хорошо видно на озеро. Что еще? Краска у меня, которая покрывала дом, финская. Фирма Текнос. Специально за ней ездила в Финляндию дважды. Потому что она, даже с учетом моих расходов на дорогу, на машину, даже на страховку получалась дешевле. Раза в два, нежели чем она продавалась в России. Здесь несколько слоев, потому что не очень удачно я ее выбрала. Не укровную, а такую, лессирующую. Поэтому пришлось несколько слоев ее наносить. Но на следующий год просто просится вот эта стена, потому что тут она достаточно почему-то сырая. Не понимаю, то ли от того, что дождь, когда стекает по крыше, падает на террасу, и рикошетом капли падают на стену. И, соответственно, большая влажность, нежели на других сторонах дома. Потому что там везде краска нормально себя чувствует. А здесь, я не знаю, почему-то она стала облупляться. Не понимаю, почему. Но вот на будущий год мне нужно будет, наверное, подобрать краску для этой части дома и покрасить ее вот эту сторону. Хотела в этом году, но опять, как всегда, у меня другие дела перебили. Мои планы. Теперь осталось мне допилить свои сосны. Тут еще, наверное, сосен. Не знаю я. Чуть ли не 10 надо спилить. И там дальше у меня еще верба. И, по-моему, это, я даже не знаю, по-моему, осина. Мне ставить буквально немножечко. Как мне не жаль. Потому что зарастает это все достаточно плотно. а потом это вообще тяжелее спилить. Что напилила. Теперь еще надо эти все ветки уносить куда-то. Там дальше у меня еще, ну, я не знаю, скажем так, процентов, наверное, 30 площадью участка вообще не занято. Потому что там не очень хорошая земля. Можно сказать, что ее там практически нет. Там песок. Ну, песок перемешка с землей. И там, что я сажала в свое время. Первый год, когда я приехала, посадила туда яблони. Посадила туда все плодовые деревья, собственно говоря. Потому что, ну, там место есть. Я не хотела заслонять ими вот ту часть. Там у меня планировался огород, собственно говоря, что и получилось. А тут сверху посадила плодовые деревья. Так они у меня через год, а то и на следующий год практически все погибли. Но, опять-таки, сюда таскать воду, в горку, каждый раз было неисподрочно. Потом, видимо, были другие дела у меня. И потом я посмотрела, что, ну, здесь земля такая, вода уходит, и питания никакого не оставалось здесь. Поэтому у меня вот эта часть пустует. В планах спилить вот это безобразие. Ну, это в этом году я спилю. Даст Бог. Хочется вот на этом месте поставить баню. Но когда это случится, одному Богу известно, потому что стоит она немало. Мне она на данный момент вообще не по карману. Но это моя мечта. Потому что здесь идеальное такое место для меня. Я бы ее здесь поставила. Она, во-первых, рядом с домом. Достаточно уединенная. Здесь меня вообще никто не видит. Поставить террасочку и сидеть, любоваться в окошко на окрестности. Было бы замечательно. Но где взять денег, я пока не знаю. Те возможности, которые у меня есть, они крайне ограничены. И этих денег хватает только вот на обседневную жизнь. Ну, и, конечно, ягоды еще спасают. Потому что за счет этих денег, которые я зарабатываю на сборе ягод, я могу себе позволить хотя бы что-то поделать по дому. То же самое вот теплицу купила. В прошлом году купила себе. А что я в прошлом году купила? Холодильник. Ну, я, правда, его так... Хотя нет, я не на это постоянная в рассрочку его взяла, но все равно переплатно. Ну, как бы запас был денежный. А, в прошлом году пол перестелила в доме, потому что нужно было перестелать его после строительства практически года через два, потому что щели, а у меня аж пунтованная доска на полу. А, и... Нужно было переселать, но я через два года не смогла это сделать, из-за того, что не было денег. И вот сделала только прошлой осенью. В доме внутри, в принципе, более-менее все теперь нормально. Ну, ничего. Мы не жалуемся. За все, слава Богу, все хорошо.